Доброе утро, и мы продолжаем молодежный экосовет, образованный в прошлом году. Вот уже год работает активно, первые результаты их деятельности заметны. Вот об этом я и предлагаю поговорить с председателем совета. Ну, представляй наш вопрос. Да, и в гостях как раз, как Катя сказала, у нас сегодня председатель молодежного экосовета при Минприроды Ульяновской области Михаил Сергеев. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. И первый же вопрос. Что это за экосовет? Как он помогает нашей природе Ульяновской области? И что же вы там, какие вопросы решаете? Да, спасибо за вопрос. Молодежный экологический совет — это своего рода вспомогательное крыло Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области. Главная задача — это, соответственно, внедрение экологической повестки в массы, ну и в том числе такой вот незамыленный, возможно, молодежный взгляд на те проблемы, которые есть у нас сейчас. Проблемы, конечно, есть, они решаются, но наша главная все же задача — это формирование экологической культуры. То есть мы нацелены непосредственно на эту деятельность, проводим ряд эколого-ориентированных мероприятий, связанные с просвещением школьников, взрослую целевую аудиторию просвещаем, молодежь до 35 лет, пожилых людей, ну и, соответственно, семьи с детьми. И, помимо всего прочего, также проводим субботники, проводим какие-то образовательные мероприятия, в том числе вот в это воскресенье состоялась дармарка, фестиваль, тоже была йога, перформансы, соответственно, действительно собрали огромное количество людей и достаточно высокие отклики получили. Спрос есть? Вот вы упомянули экологическую повестку, которую как раз и рассказываете молодежи, школьникам, людям старшего возраста. А что именно, какие именно проблемы основные, которые вот именно на повестке нет? То есть самые основные, которые нужно направить как раз в ваши силы. Но если мы говорим, опять же, про Ульяновскую область, то первая самая большая проблема — это река Волга. То есть оздоровление реки Волги — это в том числе федеральный проект, это, так скажем, одна из стезей национального проекта «Экология». Поэтому рассказываем детям, рассказываем взрослым о том, почему нельзя, соответственно, мусорить на берегах, почему нужно выходить на эти субботники, что такое Волга, почему она самая большая, самая великая река России. Ну и, соответственно, про реку Волгу в том числе рассказываем. Река Свияга также мелькает периодически, потому что тоже в черте города находится, нужно заниматься ее активно с точки зрения волонтерских мероприятий. Ну и, помимо всего прочего, естественно, это раздельный сбор отходов. Волга, у нас есть ряд организаций, такие как «Вторплюс», которые вывозят «Вторсырье» и являются таким вспомогательным звеном для стимуляции населения нашего. Ну и говорим про то, что можно высаживать лес. То есть всероссийская акция «Сохраним лес» у нас стартует осенью. В осенний период до этого участвовали в «Саду памяти» международная акция. То есть активно подключаем и школьное лесничество, и взрослые целевые аудитории. Даже, насколько знаем, у нас первые лица нашего региона участвуют в подобных акциях. Поэтому активно рассказываем, что уже сейчас в любом возрасте, неважно, сколько вам, от семи до бесконечности, можно менять экологическую повестку, можно делать мир лучше с точки зрения Ульянской области и делать что-то на благо города. Ну вот Экосовет, его число. Кто входит? Кто эти ребята? Это студенты, это школьники. Есть какое-то ограничение по возрасту? Как туда попасть? Вот чуть подробнее. Может быть, какие-то знания, которые нужны, чтобы попасть именно туда? Может быть, каких-то знаний у некоторых студентов нет, чтобы заниматься именно в Экосовете Совета? Да. Замечательный вопрос. Как раз есть два общественных совета. То есть есть Молодежный экологический совет, где я являюсь председателем, и есть Взрослый общественный совет. Это Молодежный, естественно, от 14 до 35 лет, то есть любой желающий может к нам присоединиться. А уже, соответственно, Взрослый общественный совет это 35+, и, соответственно, там уже немножко другие правила. Если говорить про какие-то полномочия, какие-то, так скажем, характеристики, которыми нужно обладать, то первонаперво это желание. То есть если у человека есть желание, если есть стремление делать, то есть не только говорить, что у нас все плохо, у нас все ужасно в Ульяновской области, а и проблемы есть, но я готов их решать. И, соответственно, таких людей мы и берем. То есть у нас есть и студенты, у нас есть и люди более старшего возраста, то есть есть 25-27 лет люди. Понятно, что они... Уже рабочие молодежи. Да, рабочие молодежи, меньше включаются, но, тем не менее, активно все равно помогают, взаимодействуют. Ну а если говорить про какие-то отдельные аспекты, то большинство нашей команды — гинекологи. То есть у нас, да, было два человека из Ульянского государственного университета, с факультета экологии, но вот они с временем поняли, что, возможно, это не их. То есть мы не говорим, что если ты пришел, ты должен остаться навсегда тут. Если человек понимает, что ему некомфортно с точки зрения того, что слишком много мероприятий, слишком большая повестка, он понимает, что не может включиться вот в это настолько круто, чтобы это приносило пользу, он говорит, «Ребят, давайте либо я меньше буду включен, либо уйду». Ну и, соответственно, уходят. Но если говорить про, в принципе, состав, то у нас практически все вузы и включены в Ульянской области. Это и Ранхикс, это и ульянский педагогический, и государственный ульяновский. Ну и, соответственно, даже есть УГАУ наш, доблестный университет. И ульяновский панируем включить, но вот пока вот тяжеловато идет. Переговор. Ну вот, говоря о занятости, о том, что люди не всегда могут полностью погрузиться, вы, помимо того, что все-таки еще студент, получаете третье высшее образование. Вы ведь еще и чуть подробнее учитель, педагог. Да, соответственно, являюсь учителем. Выигрывал в прошлом году, получается, учебном, городской, региональный этап конкурса «Педагогический дебют» в 2022. Ну и, соответственно, вот как-то презентовал себя с точки зрения педагогики. Педагог преподаете биологию? Биологию и географию преподавал. На конкурсе «Экософия» президентской платформы «Россия страна возможностей» тоже одержал победу, стал одним из 15 победителей номинаций «Экологическое просвещение». Как успеваете все сочетать? Желание. Желание и стремление. И в том числе дети – это как раз тот инструмент, который может менять нашу повестку уже сейчас. И вот из 86-й школы, казалось бы, ушел, но активно зовут в другую уже школу работать. Вот сейчас за стол переговоров сели, говорят. Мы все организуем по экологической тематике и по вашей. Главное – просвещайте детей именно как практик, а не как теоретик. А что касается экосоветов, вот так называемым взрослый и молодежный, между собой коррелируют, они слышат вас, они прислушаются к вам? Есть, может быть, какие-то совместные заседания? Или действуете все параллельно, вот у каждого своя повестка? Или вот как это? Да, прекрасный вопрос. Тут как раз показателем является то, что молодежный экосовет, он все же был чуть пораньше создан. То есть мы существуем уже год, общественный совет существует, не буду врать, точно не скажу, но меньше полгода. Но уже сейчас мы знаем, что в составе общественного совета взрослого у нас есть наши друзья. Это и Валентина Максимова, это и Милана Ренатовна Мишина, и Елена Клейкова. И, соответственно, это те люди, которые действительно двигают экологическую повестку в регионе с точки зрения уже не молодежи, а 35+, потому что это действительно важно. Совместных заседаний у нас были, то есть такие неформальные встречи, так называемые встречи без галстков. Посидели, пообщались, наметили план деятельности совместный, чтобы это было, возможно, не как кто-то скажет, что молодежь села, решила все сама, а более осознанный взгляд тоже, критику где-то, где-то помощь, ну и в том числе взаимная критика, чтобы от молодежного совета была. Ну и у них опыта все-таки побольше, да? Они знают элементарно, где у кого можно, может быть, средства попросить, чтобы помогли разрешить, или к кому обратиться в первую очередь. Что уже удалось какие-то проекты реализовать, или, может быть, сейчас на стадии подготовки какие-то проекты? И как это на это повлияло рост количества участников? За год все-таки прибавилось, наверное, значительное количество человек. Да, конечно. Однозначно существуем уже год, и, соответственно, за этот год мы видим тенденцию, что действительно экологическая повязка начинает интересоваться больше в Ульянской области. А связано это как раз с тем, что мы постоянно придумываем новые форматы активности. То есть вот год назад мы начали, мы как-то вот... То есть это не просто заседания такие, где мы вот сидим и разговариваем? Да. То есть это мероприятие. То есть вот, не соврать, в прошлую пятницу мы проводили, позапрошлую пятницу мы проводили мероприятие, которое называлось Эко-пятница. Это был, соответственно, парк «Семья». Можно было прийти с семьей с детьми, поиграть в настольные игры, послушать музыку, послушать небольшую такую мини-лекцию. Она... Почему мы не любим, так скажем, название мини-лекции или просто лекции? Потому что это не лекция. Это больше такой диалог на равных, во-первых. Во-вторых, мы не продвигаем какое-то знание с точки зрения пробивания его. Мы говорим о том, что вот ты любишь, уважаешь свой родной край, свой город. Да. Что ты можешь сделать? И вот мы рассказываем, как ты можешь менять, почему, что для этого нужно сделать. Если из крупных мероприятий сказать, то в прошлом году, вот, наверное, золотым нашим мероприятием была молодежная школа «Эколидер», которая объединила более 10 регионов Приволжского федерального округа. То есть ребята приехали в количестве 60 человек к нам. В течение трех дней они просвещались, образовывались, ездили на предприятия, которые задействованы в экологической повестке. Это и горкомхоз, это и водоканал. Мы привезли с собой свои практики с регионов, получили практики друг от друга и по итогу создали такие дорожные карты. То есть список мероприятий, которые они будут реализовать в течение полгода. И вот за эти полгода, то есть вот у нас почти срок подошел, то есть конец августа уже наступает. И, соответственно, мы смотрим. Действительно проделана огромная колоссальная работа. Ребята у себя в регионах провели более 60 мероприятий с подачей именно вот этого вот проекта «Школа Эколидер». Ну, это если про ПФО, а если про нас, то эта школа нам дала новых волонтеров, новых участников. И, я думаю, будет не лишним сказать, что два участника этой школы потом вышли в основной состав экосовета. Ну, а если из более таких местных, локальных мероприятий, то проводим очень много образовательных мероприятий. Выходим в школы, выходим на площадки общегородские. И вот в это воскресенье проводили дармарку. То есть это угол ММЦ «Дом молодых», мероприятия их, но привлекли нас с точки зрения помощи. Сказали, ребят, давайте работать вместе, давайте вот продвигать инициативу. За этот год мы поняли, что нужно что-то вот менять с точки зрения подачи. Вот начинали, опять же, с лекции, начинали с каких-то мастер-классов по вторж-сырью и буквально вот в последнее время участвовали в таких мероприятиях, как баржа. То есть, казалось, барок-фестиваль, причем здесь экология. А мы придумали мастер-класс, когда мы рассказываем о том, насколько загрязнена Волга и Свияга, и показываем с помощью реактивов, насколько это показательно. И опять же, очень наглядно, звук не мешает воспринимать информацию, потому что ты все видишь. Ну и, соответственно, Павел Солдатов тоже нас пригласил. Вот. Смогли вот так вот поучаствовать. И перформанс экологический у нас совместно с театром Absurdus реализуется. И совместно есть мероприятия такие, как Доброшоппер, когда из баннеров шьют, соответственно, вот эти вот сумки. Милана Рената, она является руководителем. То есть активно-активно вовлекаем настолько разную молодежь, настолько по-разному, что мероприятий очень много. Можно перейти прямо в группу экосовета и посмотреть, что каждый месяц по два, по три мероприятия проходят однозначно. То есть они, возможно, такие локальные, но есть и одно крупное мероприятие всегда. Каждый месяц есть крупное мероприятие. И вот из последних вкусное место. Есть такое кафе-заведение, устроили эко-вечеринку. Тоже были настольные игры, был квиз на экологическую тематику, была тематика такого вот неформального общения. И, так скажем, у нас есть знакомый, работающий в этом заведении, в том числе хозяин, и вот он сказал, что, ребят, давайте так. Те, кто придет от вас со своей тарой, сделаем небольшую скидочку на, соответственно, напиток в свою кружку. Ну, то есть, опять же, экологично продвигаем. И экологично говорим. А что вот в ближайших планах? То есть вот скоро уже, можно сказать, учебный год завтра начинается, у школьников, у всех. И то есть, может быть, какие-то уже лекции подготовлены, нового формата, как вы говорите, что уходить стали от обычных лекций по экологии. Что-то интересное, может быть, подготовлено для школьников. Может быть, еще какие-то проекты готовятся, которые будут реализованы в ближайшие месяц-два? Однозначно. 3 сентября состоится большой фестиваль, то есть Дармарка прошла, и сейчас будет еще один фестиваль. Это будет Владимирский сад. Можно все подробности узнать у нас в группе, но вот стартуем в районе 2-3 часов. В зависимости от погоды, конечно, будет дождь, не будет дождя, но мы надеемся, что погода нам поможет. Будут скоро высадки. То есть мы анонсировали акцию «Сохраним лес» у нас в регионе, федеральная акция, и, соответственно, Министерство природы активно включается всегда в эту повестку. И вот молодежный экосовет, естественно, привлекает, потому что ребята активные, целеустремленные, хотят что-то делать. Есть у нас в экосовете отделы. То есть есть отделы ивента, занимаются организацией мероприятий, отделы экопросвещения для взрослых, экопросвещения для младших, СММ-отдел и ряд других отделов. Вот экопросвещение для младших уже сегодня говорит, сегодня только разговаривали как раз, мне Даша Кручинина говорит, Миш, я подготовила там список лекций, можешь, пожалуйста, посмотреть, подойдет, не подойдет. То есть у нас скоро и праздник в честь изменения климата проблемы, и, соответственно, хранение лесов у нас скоро, и, соответственно, вот, говорит, согласуй, пожалуйста, все ли гуд, школу вот такие вот такие берем. Я говорю, все хорошо, идем. Экопросвещение для взрослых. Мы знаем, что взрослые все равно тяжело идут. Поэтому мы совместно с ночной мэрией, ночная мэрия практикует это давно, мы вот по взаимному согласию немного позаимствовали формат барной лекции. То есть когда ты приходишь в бар, мы, естественно, пропагандируем здоровый образ жизни, то есть экосовет, но с точки зрения подачи материала, вот такой вот неформальный стиль общения, казалось бы, бар, но очень хорошо заходят такие лекции. То есть люди, возможно, которые никогда не придут в экологическую повестку, никогда нигде не узнают, приходят в бар отдохнуть, и им говорит хозяин, ребят, сейчас будет небольшая эколога, знаете, такая практика. Он не говорит своего лекция. Ну да, от лекции сразу мурашки, может быть, у кого-то. Да. И когда вот они немножко так похмуреют, а когда увидят тему эко-мемы, как способ формирования экологической культуры, они такие, а мы послушаем, хорошо, нам интересно. Здорово, спасибо большое. Время неумолимо, нам придется завершить наш разговор, но я думаю, что мы еще будем обязательно встречаться. Вы интересный беседник, и здорово продвигаете вот эту вот тему. И мне стало интересно попасть, как минимум, вот на одну из... Не лекций. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. А я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас был в гостях Михаил Сергеев, председатель молодежного экосовета при Минприроды Ульяновской области. Ну а мы двигаемся дальше. Продолжение следует...